ребята всем привет как всегда вы на канале виконста давно не выходила роликов на моем канале особо записывать нечего было сейчас решил к новому году записать обычный день и жизни в городе донецке от покупки продуктов до подготовки к новому году съездим сегодня на жд вокзал купим творога сметаны мяска а также поедем сегодня в торговый центр мост будем подготавливаться к новому году и покупать некоторые продукты так что удачного всем просмотра и не переключайтесь также дополнительно настроение подымает снег который по идее не должен растаять до нового года посмотрим обычно у нас новый год с дождем либо вообще без не вчера ребята было открытие новоречной елки как говорил один знаменитый человек сегодня уже становлюсь новоречная елка и люди почнуть тоже тоже скоро святку ваты новый рик довольно таки много людей еще было но сейчас как бы особо показывать нечего стоит стоит особенно вечером она красивая а и а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, мы подъехали к ЖД вокзалу. Я смотрю, даже на разделительной полосе машины оставляют, так как полностью вся парковка забитая. Даже не знаю, где и поставить ее. Все, людей полно. Уже все готовятся к Новому году. Так... Блин, и нигде не поставишь так. Там заезд, автобусы. Ладно, ребята, сейчас где-то найду место и потом продолжим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, сходил на ЖД вокзал, на рынок. Людей полно. Пройти некогда. Ну, как я говорил, творог со сметаной купил. Это так, чисто на завтрак. И плюс еще на Новый год. Как говорится, год свиньи будет рыжий. Не знаю, можно или нет. Ну, купил два кусочка сальца с небольшой прорезью по 140 рублей за килограмм. Творог 160 за килограмм. И баночка пол-литровая сметаны 150 рублей. А не, не 150, а 130. Это в другом месте 150. Ну, более-менее цены держатся такие, как и были раньше. На Новый год особо никто не поднимает. Единственное, что подорожали немного яйца в связи с их дефицитом. А так, цены остались прежние, какие были. Ну что, поехали дальше. Ребята, дальше держим путь на открытый рынок. Закупимся на Новый год бытовой химией. Единственный магазин, который находится как раз возле горы этого рынка. По ценам намного дешевле, чем покупать все на рынке. И можно самому потрогать, выбрать, почитать. То есть, лучше всего будет сделать это в каких-то магазинах, либо супермаркетах, а не на обычном базаре, где вам просто дадут уже готовую продукцию. Вы ее даже не сможете посмотреть. Вот этот. Тоже плохой? Или после этого? Тобери антитабак. Какой антитабак? Ты куришь? Нет. Ну а что? Несла. Короче, ребята, скупляемся. У нас животных нет. Я смотрю порошок. Краску берешь? У нас есть. Спонжики. Беру. Надо, кстати, в зубных счетах купить. У нас есть дом. Ну ладно. Да давай сиреневый. Давай вот этот, мы никогда не брали еще. Попробовать можно, да? Я думаю, дырки от него не будут. Скупились мы первую партию о всякой бытовой химии. Но потом я чек вам приложу, что где сколько стоит приблизительно. Просто по партиям лучше покупать, чем 10 сумок нести в двух руках. Как-то неудобно. Вот такие мы все приколы купили. Мы стараемся закупаться раз в месяц, два в три. Чтобы каждый день не ходить. Выделили деньги. И потом уже, как говорится, смотрим, чего нам не хватает. И потом уже докупаем все остальное. Так что, ребята, первая часть покупок по бытовой химии у нас успешно пройдена. Идем дальше. Ну что, вторая часть покупка. Можете потом посмотреть, прикинуть. Цены на 2000 рублей. И первая у нас получилась на 1030. Ну, общая сумма 3000. Я думаю, что этого всего дела нам хватит месяца на 3-3,5. То есть, раз в квартал тратить 3000 рублей на бытовую химию. То есть, цены более-менее адекватные. Сейчас Катя пошла в АТБ там еще скупать некоторые продукты. И потом уже вместе поедем в торговый центр мост. Погодка прикольная, снег идет. То есть, люди ходят, гуляют. Все готовятся к Новому году. Еще хотим купить сосну. Но не знаю, цены варьируются от 300 рублей до 3500. Где-то более-менее такие нормальные елки. Ну, я не знаю, как получится купить ее, как привезти. Потому что особо большую, крупную не хочется. Да и она и не нужна так чисто, чтобы пахло для дома. Ну, посмотрим, как оно будет. Итак, приехали уже мы в мост. Сейчас посмотрим, сколько здесь людей. И почем, кстати, новоричь не елки. Будем брать. На Новый год, да? Вот эти красивые елки. Вот эти матовые прикольные. Вот такую, да? Большую. Большую взять. Только надо сосну будет купить. Либо дождик, вот смотри какой. Дождик зеленый, не сильно. А сколько у вас в этом нет? 64 рубля. Да. Карточку взял? Карточку взял. Смотрите, что на камне снимаете брюшки. Игрушек уже на Новый год. Купили. Каждым годом игрушек становится больше. Но все равно покупаем каждый раз новые наборы какие-то. Так что. Тобус как ты продал. Кого? Тобус как ты продал. Тобус? Да. Короче, будем потихоньку скупляться. Там уже в процессе будем что-то показывать. Хотя что показывать, если особо так и ничего здесь ординарного суперского нет. Там нахрен они не интересные. Таких я даже не видел еще. Серпантин, да? Миша, ну куда ты едешь? Миша, ну куда ты едешь? Выбрала? Для белья? А вот эту белую лучше взять. 20 метров. Сколько нам хватит? Да хватит. Белую хоть белью. Возьмем? Да. Или не будем? Возьмем. Какую? 20 метровую. Вот это залипательная штука. Когда хочется и семечек, и что-то пожевать вкусного. Рекомендую. Попробую. Попробую. Да, рай для алкоголиков. Для дорогих алкоголиков. И там дальше не для очень дорогих. Товары закупились, наверное, на лет 10 вперед. Возьмем. Алкоголя никогда в дефиците не было. Возьмем. Ну и водку. Подешевле 100 рублей. Дымой душ. Прикольная золотая, как желешка. Ну, это раз в 35 лет, если кто-то купит за такие цены. И страшно в руку брать. И страшно в руки брать за такую цену бутылки. Да? Да, это вырезанные скульптуры. Вот свиньи. Вот так через стекло плоховато видно. Либо вот. Нормальный парень. Боец. Либо еще дружбан его. Отдыхает здесь, сидит. Вот это выглядывает. Ждет Новый год тоже. Спасибо. Что там? Что там? Да, это окунь морской. Может, ты не будешь, как варьян, на закладку? Варьян. Ой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...